Добровольцы Искреннему патриотизму удалось остановить российского агрессора, дать возможность мобилизировать силы в тылу и вооружить армию. И мой гость сегодня, офицер батальона оперативного назначения имени Героя Украины, генерал-майора Сергея Кульчицкого, Евгений Иваненко. Евгений, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Для меня, для нас это честь. Я бы хотела, чтобы вы рассказали для начала свою историю, как все было в вашей жизни пять лет назад, как вы стали добровольцем, собственно, почему? Ну, так получилось, что я имею очень хорошую гражданскую специальность, я работал до этого риэлтором, работал специалистом с продажей недвижимости, фактически включая до 2013 года. Дальше начался Майдан, я попал в девятую сотню самообороны Майдана. А дальше мы действительно 14 марта, пять лет назад у меня произошел, можно сказать, переворот в моей жизни, потому что мы все вместе, можно сказать, кто был на Майдане, в составе сотень ушли в Петровцы. И на основании наших сотен было сформировано, изначально это был как первый батальон, дальше он переформатировался, ну и на сегодняшний день это батальон имени Сергея Кульчицкого. Ну, фактически основной вклад в развитие, в формирование батальона как раз Кульчицкий внес. То есть тогда, когда мы в марте попали в Петровцы, вот именно он возглавил обучение, нашу подготовку и дальнейший выезд уши в АТО. Ну вот, наверное, продолжим, да, уже говорить о Сергее Кульчицком, потому что это такой удивительный, да, уникальный человек. Вот он герой Украины, генерал-майор внутренних войск МВД был, да, Сергей Кульчицкий. Погиб он в мае 14-го года в Славянске, вот, и он стал первым украинским генералом, погибшим во время войны. Что вы можете о нем рассказать, да, вот каким он был человеком? Есть какая-то информация, да, вот его сослуживцы говорят о том, что он был из тех, кто вместе со своими, ну, подчиненными, да, вот так можно назвать, он вместе шел в бой, он был на равных со всеми, он был удивительный человек. Я предполагаю, что вы знали его лично, да? Ну, так получилось, что изначально, когда приехали в Петровцы, было невосприятие формы, невосприятие именно формы внутренних войск, потому что, в принципе, на Майдане-то противостояли как раз против них. Да. И в дальнейшем вот этот период адаптации, период, когда Кульчицкий стал, можно сказать, одним из нас, он был недовольным, ну, не очень большим. Уже через месяц мы выехали в Павлоград вместе с Кульчицким, вместе все, и уже под Павлоградом выезжали на блокпосты с Донецкой областью. Поэтому вот восприятие их как противостоящей стороны, оно стерлось в момент того, когда нам начали рассказывать, что вот, если вы хотите выиграть, если вы хотите принимать участие в боевых столкновениях, вы должны первоначально обучиться этому, первоначально получить какой-то опыт. И вот слова Кульчицкого были в том, что, когда мы уже выехали, в том, что вы на сегодняшний день процентов на 10 только готовы физически и теоретически, но на все 100% готовы морально. Вот это вот было понятие. И он имел очень большое уважение среди нас, потому что, в принципе, вот 2 мая, когда мы заходили на блокпост под Славянском, на Славянский блокпост, один из них, Сергей Кульчицкий лично нас заводил. Он шел впереди нас. И когда уже даже подошли к блокпосту, там он, перед тем туда зашли наши десантники, уже были там, вот прозвучала очередь над головами, чтобы никто дальше не шел. Он поднял руки и первым пошел, то есть он не боялся этого всего, он пошел к ребятам договариваться, рассказывать, что это мы, потому что на тот момент коммуникации такой большой-то и не было. И дальше весь май месяц, когда мы стояли под Славянском, он фактически постоянно приезжал к нам. Он был у нас не один раз, и он был из тех людей, которые не боялись носить погоны, не боялись носить свою фуражку. У него была кепка такая генеральская с вышивкой. Он не снимал эту одежду. Он ходил в этой одежде, хотя основная часть офицеров, которые приехали с нами, они поснимали свои погоны, чтобы не идентифицировать себя вообще как офицеры. Кульчицкий всегда приезжал к нам, вот какой есть, такой есть. И день его, тот день, когда он погиб, он вместе с остальными ребятами, ну точнее, он ехал с... Еще в вертолете были спецназ, и вот он вместе с ними ехал, летел точнее, на Карачун. Сделали на Карачине замену людей и с другими же людьми уже возвращались назад. И возле горы, рядышком гора Малачар, это еще один блокпост был, ну, из лесу с ПЗРК подстрелили этот вертолет. То есть они знали, что в этом вертолете летит Кульчицкий. Ну тогда вот в это время решалась судьба многих городов, и в частности Славянска. И вот, да, вы сказали, что тогда еще не было ни такой коммуникации, да, и по сути было непонятно, что, как, где происходит. Вот добровольцы формировались, да, они просто ехали туда, на восток Украины, просто защищали. Это сейчас уже, да, есть там сектора М, сектора разные, да, есть координация, есть контроль. И вот благодаря именно усилиям добровольцев, благодаря жизням некоторых из них, да, были освобождены многие города. Что для вас из того периода самое важное, самое такое показательное, да, может, о какой-то ошибке сейчас можно говорить, да, тогда в координации добровольцы и, ну, опять же, управление и так далее? Ну, вы знаете, на тот момент мы не обращали на это особого внимания, потому что не знали, что может быть как-то по-другому. И фактически, если взять, что те действия, которые были произведены с украинской армией до периода начала военных действий, это фактически армию уничтожили почти все. Остались те, кто с нами был под Славянском, это фактически были десантники, 80-ка, со Львова были ребята, с Житомира, с 25-й бригады. Они были, вот если по составу брать, была половина добровольцев, были эти ребята, потом к нам подвезли, как, не странно, но подвезли тот же Беркут, который стоял против нас на Майдане. И ребята просто пришли, мы, ну, как-то забываются все обиды, забывается все, когда видишь, что люди стоят в одном направлении и с одной и той же целью, то есть защитить себя, защитить окружающих. Потому что реально начало военных действий, вот май месяц, мы фактически стояли блокпостами вокруг Славянска, на это были островки, маленькие островки, можно сказать, на которых находились человек, ну, 40, 50, 80, где сколько было. И реально доехать к нам, мало кто доезжал тогда. Тогда была дорога жизни, это 40 километров до Изюма от Славянска. На этой дороге за май месяц было машин, наверное, 4 или 5 подбито сепаратистами в момент, когда они продвигались в одном или другом направлении. Поэтому те волонтеры, которые в тот момент начали подъезжать, это были, ну, очень мужественные люди, которые просто считали, что нужно помогать. Ну, и в том числе я же рассказывал о том, что Кульчицкий не боялся этого всего и регулярно приезжал, и фактически на всех блокпостах, где стояли наши ребята, он побывал. Расскажите о том, какие сейчас задания у батальона и каким образом они меняются, ну, наверное, меняются в зависимости от интенсивности боевых действий на востоке Украины. Ну, батальон, начиная с 2014 года, регулярно делая ротации внутри своих подразделений, постоянно пребывают в зоне АТО. Первоначально это были задачи, связанные с, ну, стояли на блокпостах, охраняли какие-то объекты. Сейчас, на сегодняшний день, в принципе, немножко поменялось все, но задачи, в принципе, аналогичные, и батальон регулярно выезжает, а регулярно находится в зоне АТО. Ну, вот если мы говорим о том, что на этой неделе Украина отмечает День добровольца, да, праздник, которым мы можем гордиться, и на этой же неделе это годовщина основания вашего батальона, каким образом сами добровольцы отмечают, не отмечают, каким образом это все происходит, может, какие-то мероприятия проводятся? И, собственно, каким образом ваш батальон отмечает, ну, свой пятый день рождения, по сути? Мы отметили вчера день рождения батальона на территории воинской части 366, там, где мы находимся. К нам приехал президент, к нам приехал Порубей, и, в принципе, вот Порубей с нами общается с первых дней, он был в Петровцах, он, можно сказать, был одним из основателем этого всего. Точно так же, как когда в Петровцах мы принимали присягу, к нам приезжал президент, но он тогда был просто как физичная особа, но не как президент, он еще не прошел на тот момент, еще выборы не проходили. Вот вчера они приехали, это было просто воспоминание того, что было пять лет назад, что произошло за это время. Вчера были награждения, то есть государственными наградами, грамотами от Верховной Рады, то есть, кроме того, всем участникам, всем, можно сказать, дембелям или же тем, кто раньше служил в батальоне, те, которые вчера поприходили, вот им вручили видзнаку президента про участие в АТО. Это есть такая, это самая государственная награда, можно сказать. Кроме того, вчера организовали своими силами небольшой концерт вечером, то есть, сами же ребята пели, брали гитары. Ну вот, в принципе. Я так понимаю, что для вас важно отмечать этот праздник. Мне вот интересно, насколько вы чувствуете, что украинцы, да, общество знает о том, что есть такой праздник. Как много вас поздравляли, да, ваших ребят, как много поздравляли, как часто, вот. Или пока что, на самом деле, не все в Украине еще знают о том, что вот есть такой день-день добровольца. Не, ну, те, которые нас знают, с нами общаются, они регулярно поздравляют и регулярно приходят на эти праздники, регулярно с нами встречаются. Точно так, как и вчера мы получили очень много поздравлений. Нас постоянно поздравляют и постоянно приходят, постоянно с нами. Ну, я думаю, что вас можно каждый день благодарить за то, что вы сделали и пять лет назад, и что вы продолжаете делать. И, по сути, неизвестно, что бы сейчас происходило в Украине, если бы не вы, если бы не ваши побратимы, если бы, в общем, не все добровольцы. Кто-то пожертвовал своим здоровьем, кто-то пожертвовал своей жизнью, а кто-то, вот, как вы, да, просто изменил свою жизнь для того, чтобы защищать, ну, таких, как я. Спасибо вам огромное за это. Я напомню зрителям, что гостем программы «Лицом к лицу» был офицер батальона оперативного назначения имени героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого Евгений Иваненко. Я, Христина, остается с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь, СЮЭТ-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!